Шахтеры и металлурги просят повышения зарплаты у Арселор Миттал Тимиртау. Несмотря на кризис, у работодателя есть возможность обеспечить достойную оплату труда, уверены лидеры профсоюза угольщиков Кургау и металлургов Жактау. Сегодня они вызвали на разговор руководство компании. Раньше у Арселора была железная мотивация, чтобы не повышать или даже срезать зарплату, считают профсоюзные лидеры. Сейчас же доллар вырос почти в два раза, а значит выросла и прибыль. Пришла пора делиться, считают представители шахтеров и металлургов. Тем более, что с нового года правительство повышает и пенсии, и пособия, и зарплаты бюджетникам. Когда мы ввели в августе месяц переговоры, мистер Суриджит нам говорил, что при курсе доллара в тенге 230 компания будет нормально себя чувствовать. Сегодня мы можем понять, что 330, наверное, компании не так уж и плохо. Сегодня мы не говорим о цифре, на которую будем повышать. Я думаю, что мы вместе с шахтерами, металлургами и компанией создадим комиссию. Изучим все документы. Однако не тут-то было. У администрации Арселор Митталтимиртау и сейчас есть доводы из того же разряда. Трудности на мировом рынке. Конечно, сегодняшняя встреча мне несколько не совсем понятна. Сейчас поясню почему. Я думаю, что вы прекрасно все знаете ситуацию, в какой мы были весь этот год. И только благодаря произведенной главой государства девальвации, только благодаря вот этому мероприятию, такие крупные компании, вот как наша, в том числе и другие компании, ЕРДЖИК, Азовмыс стали действительно немного лучше работать. Вот я долго говорить не буду, просто хочу вам некоторые цифры привести. Вот вы здесь говорите, что зарплата упала, что мы якобы обманываем, что премию специально не выплачиваем, что прибыль появилась. Давайте с этой прибылью делиться. На самом деле не совсем все так. Меж тем, работники предприятий как раз уверены, что руководство компаний намеренно искажает показатели, чтобы урезать зарплаты и премии. Планы завышаются, и их все сложнее выполнить. Как подсчитали в профсоюзе Жактау, в ноябре средняя зарплата по комбинату по сравнению с октябрем упала почти на 10 тысяч тенге. Нам в течение двух месяцев не платят премию за отгрузку готового проката. Значит, по ноябрю месяцу мы считаем, что это было сделано целенаправленно. Значит, до выплаты премии нам не хватило 1700 тонн. Это вот при среднесуточной отгрузке в пределах от 8 до 10 тысяч тонн. 1700 тонн просто в тупую не отгрузили, и весь коллектив лишился премии. Вот два месяца мы не получаем премию. Представители руководства Арселор Митталтимиртау заявили прямо. Зарплату никто повышать не собирается. Директор по персоналу обвинил самих работников в высокой аварийности по их вине. Но этому есть причины, уверены лидеры правкомов. Я вам сейчас честно скажу, так мягко, что люди вас уже не любят здесь. У человека сплошной сейчас пофигизм появился к этой работе. Он видит, как вы к нему относитесь. Будет он завтра работать, не будет он завтра работать. Что вы еще придумаете? Оба профсоюза намерены вызвать правление Арселора на переговоры и добиваться повышения зарплаты для всех работников. Такой итог собрания приняли единогласно. По словам лидеров, работа только начинается.